Сотрудники Акимата Кустаная только за несколько дней погрязли в громких коррупционных скандалах. Вслед за Максутом Калиевым был задержанный другой руководитель этого ведомства Фрунзик Аракелян. Его арест также связывают с делом о строительстве автоциона. Что происходит в регионе? Почему в одночасье спокойный от подобных шумих город оказался в центре внимания общественности? Нина Шапон задалась этими вопросами. Тихий и во всех смыслах спокойный. Кустанай буквально сотрясают скандалы. Не успели горожане свыкнуться с мыслью о задержании с поличным при получении взятки экс-зам Акима Максута Калиева, как снова громкий арест. Прямо в рабочем кабинете задержали еще одного заместителя градоначальника Фрунзика Аракеляна. В настоящее время комментировать ситуацию по поводу задержания заместителя Акима города Калиева и Аракеляна официально мы не можем, потому что в настоящее время официально еще объединение не предъявлено, поэтому я считаю, что что-либо говорить по существу это преждевременно. Тем временем суд определил меру пресечения для заместителя Акима Максута Калиева. Несмотря на наручники, во время заседания чиновник вел себя очень выдержанно. Адвокат просил выпустить Калиева под залог, но Фемида решила иначе. Следственным судей суда номер 2 города Кустанай 3 августа 2015 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Калиев подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 части 3 пункта 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан в получении взятки в крупном размере. Максут Калиев был взят с поличным 1 августа. За лоббирование интересов строительной компании он потребовал 13 миллионов тенге. Также на 2 месяца под арестом останется и взяткодатель-предприниматель Гагик Авнанян. По версии следствия, он предложил эту сумму чиновнику в качестве отката за возможность продолжить строительные работы по взведению автоцона. Аким Кустанай Хмедбек Ахмеджанов назвал эти аресты шоковой ситуацией, но от более конкретной оценки ситуации пока воздержался. Зато общественники делают свои выводы, ведь за год работы на посту градоначальника факт взяточничества был зафиксирован и у руководителя отдела ЖКХ. Я удивляюсь, что вообще этот случай возник, он абсолютно не рядовой. Или действительно команда была дана разовый мощный удар нанести, чтобы просели эти коррупционеры, да, и с оглядкой действовали, а может вообще замолкнуло на некоторое время. Если это так, то слава богу. Если это связано с какими-то конкретными политическими событиями. Если это вот эта возня, то она никаких результатов не даст. Нам нужна система, да, система борьбы с коррупцией. Между тем, Кустанай никогда не был замечен в подобных скандалах. Громкие коррупционные дела в этом регионе явление редкое. Последние из них связаны с осуждением бывшего руководителя аппарата Кима области Анатолия Твердохлебова, который вместе с подельниками присвоил часть денег на покупку здания под сон. Нина Шапой, Евгений Боярчук, Информбюро, Кустанай.